Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают уже, вот, пожалуйста. Ну, конечно, прежде всего отличаются сезоны тем репертуаром, который планируется, который мы будем осуществлять. Но вот открытие сезона, значит, это последняя наша премьера, по сути дела, второй будет спектакль «Человечный человек». — В конце мая впервые. — Да, в конце мая была премьера. 21-го, по-моему, да? — 31-го. — 31-го. Да, 31-го мая. Ну, вот видите-ка. Тут 31-го. — Я тоже. — Ну, молодцы. Очень многие были и пожалели о том, что те, кто не пришел на первый спектакль, потому что второго не было. — Полный зал сидели в проходах и везде, где только можно было. — Да, мы припасли это на открытие сезона, чтобы не тиражировать его активно слишком там в уходящем сезоне. Вот. Затем 12-го октября у нас состоится премьера. Сейчас репетирует Наташа Красильникова, режиссера наш спектакль. — Обыкновенное чудо. — Обыкновенное чудо. — Обыкновенное чудо. По Шварцу. — Ну, всем эта история знакома. По кинофильму, ну, конечно, это будет все очень сильно отличаться. Будет... То есть драматург тот же, пьесочка та же, но режиссеры разные и возрастные, собственно, категории тоже разные, потому что это... — А тут 16 плюс. — Да. Ну, потому что это рассчитано на таких вот уже молодежь, подростки, не на ту публику, которой был создан фильм, прямо скажем, да, и история будет разворачиваться. Хотя то же самое, да, любовь, морковь, там, счастье, несчастье, там, колдовство и так далее, но тем не менее. Затем сразу после премьера этого спектакля мы приступим к работе над Чеховым. Это будет дуэль. Да, это на постановку приглашен уже знакомый нашему городу режиссер Егор Чернышов, значит, с автором. У него будет замечательный художник, с которым они делали вместе Каренина. Так что вот мы это планируем сделать. Перед Новым годом премьера состоится. Вот. Это вот до Нового года. А дальше у нас... Не назову сейчас по порядку, просто назову название, которое мы планируем. Это будет «Горе от ума», всем известное произведение. Это будет по Гоглевской «Шинели» спектакль. Это будет «Бременские музыканты», всем тоже известное произведение. Вот. Ну и еще планируем мы спектакль по мотивам русских сказок. Это немножечко больше, чем на сезон, я назвал. Вот. Ну вот сейчас пока действительно не загадываем, в каком порядке что будет поставлено. Должен сказать, что такие планы на сегодняшний день у театров существуют благодаря, скажем так, исключительной федеральной программе, которая существует. Федеральная программа поддержки театров для детей. Это федеральная программа, значит, там несколько направлений расходования средств выделяется. Это принято было... Это касается только театров юного зрителя и театров «Кукол». Вот. То есть, ну, то есть, правительство Российской Федерации задумалось там, да, о том, как живут театры для детей и решило... А там прям список есть спектаклей, которые можно ставить и нельзя ставить. Нет, 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 никаких списков, никаких там можно и нельзя. То есть, мы составляем заявки, и наше министерство отправляет, там, и дальше финансируется постановка. Министерство культуры, вы имеете в виду? Да, да, наше министерство культуры кировское. Вот. И дальше это всё финансируется на постановку спектаклей и на модернизацию. Ну, скажем, приобретение различного рода оборудования, которое могло бы усовершенствовать театр, улучшить, как бы, качество, да, как-то говорят сейчас, предоставляемых услуг. Ну, это касается сценического оборудования, прежде всего. Ну, вот, такие вот у нас планы. И всё-таки, вот, выбор-то этих спектаклей, которые вы озвучили, чем обусловлен? Ну, здесь для меня, значит, по опыту, значит, есть три главных составляющих, да. Это режиссёр с его идеями, то есть, есть предложение от режиссёров на постановку спектаклей, это первично. Дальше мы смотрим, скажем, что необходимо театру по стилю, по жанру, по возрастным категориям, понятно, да? То есть, потому что театр, это же не театр одного спектакля, это же не... То есть, пойдёт или не пойдёт? Нет, не пойдёт или не пойдёт. Ну, вы понимаете, ну, население города и Кировской области велико. Интересы и потребности у всех разные. Возраст разный. Мы же работаем от трёх и до бесконечности. Вот. Поэтому мы должны делать спектакль и для маленьких детей, и для среднего возраста, и подростков, значит, и для старшеклассников, студентов, взрослых людей и так далее. И тема, как бы, собственно говоря, и определяется отчасти тот репертуар, который мы планируем. Тут я хотела бы немножко добавить. Ну, и сейчас и последний фактор, третий фактор, это финансирование. То есть, в зависимости от того, на что мы можем рассчитывать в сезоне, соответственно, мы планируем количество постановок, их масштаб, там, ну и так далее. Можно замахнуться на нечто грандиозное, но, увы, если не хватает, то не получится. Я просто хотела добавить, что мы периодически выходим на улицы и проводим соцопросы. Вот. И мы совсем недавно проводили и интересовались у наших горожан, что бы им хотелось видеть в театре. И вот Владимиру Ивановичу я предоставляла результат этого соцопроса. Опрошено было 75 человек в возрасте примерно от 14 и до бесконечности лет. Так вот, практически 90, наверное, процентов проголосовали за классику русскую и зарубежную. Так что в данном случае у нас получается, что наши... А какие варианты ответа ещё были? Вопросы. Современная, современная пьеса, русская и зарубежная, современная пьеса, спектакль для детей и вот русская и зарубежная классика. Проголосовали 90 процентов практически за классику. И поскольку принимали участие в том числе и школьники, и мамочки, они говорили о детских спектаклях. Интересная ситуация. Меня расстраивает это. Я могу сказать только одно. Потому что, безусловно, школьная программа наша по-прежнему выстроена на классических произведениях, что неплохо, с одной стороны. Но как наших детей знакомят с современной литературой, мы с вами прекрасно знаем. И, конечно же, мамочки, которые говорят, дайте нам классику, они понимают, что я свожу ребёнка на спектакль, он будет иметь представление и что-то такое. Читать не надо будет. Сами родители очень мало читают. Но вы тоже вам возразите. Конечно, вы можете мне возразить. Мы в один голос практически заговорили, я вам так скажу. Давно живу, давно работаю в театре, и это извечная проблема, потому что учителя и преподаватели школы, и родители, они, конечно, хотят, чтобы ребёнок посмотрел спектакль, можно книжку не читать. Дальше он написал на сочинение и так далее. То есть, понимаете, театр – это ведь не школа. И в нормальном театре, который хочет претендовать на то, что он современный театр, на то, что он на одном языке разговаривает, в одном времени живёт, со зрителем он, может быть, немножко опережает. Всё равно недостаточно посмотреть просто спектакль, потому что, как правило, инсценировки современной пьесы по классическим произведениям, они серьёзно отличаются. Потому что всё равно это, во-первых, трактовка драматурга. Затем туда вмешивается режиссёр со своим видением, со своим представлением. – Директор приходит и говорит, что-то мне тут не нравится. – Нет, директор так не говорит. Директор говорит обо всём на начальной стадии. А потом может ещё сказать что-то по окончанию трудов праведных. Так скажем. Поэтому мы постоянно находимся в некой такой конфронтации. И для нас идеальный вариант, когда учитель школьникам объяснил классическую трактовку произведения, они, собственно, и обязаны это делать. Дальше учитель, скажем, детям провёл какие-то аналогии с подобными произведениями. Изложил свой, может быть, современный взгляд с разных сторон на данное произведение. А потом дети пошли в школу и посмотрели… – В театр пошли. – Ну, то есть пошли в театр, извините. Пошли в театр и получили ещё одно представление о данном произведении. Ну, те, кто видел спектакль «Корейнин», прекрасно видят, как смещены акценты. Классика, да, трактует, что у нас Анна Карейнина, центральное действующее лицо, вот, и вот такой нехороший у неё муж и так далее. В нашей постановке там акценты драматургом смещены совершенно, и там центральным лицом, который исследуется авторами, является, собственно, Карейнин. Ну, то есть вот так что театр, он всё-таки… – Но, тем не менее, всё-таки вот я вижу, что оценили труд Юлии и свою программу на этот год выстроили, исходя из классических произведений. – Света, так совпало. – Да? – Сначала выстроили, потом подтвердилось. – На самом деле, да, сначала выстроили, а потом уже было… – То есть подтвердили, подтвердили, получается, запрос. – Ну, а на самом деле, если посмотреть на репертуар театра, то на сегодняшний день, ну, в силу разного рода обстоятельств, недостаток в классическом репертуаре в театре имеется. Плюс есть… Образовалась некая проблема со спектаклями, которые мы всегда любили делать для взрослых. Поэтому, вот, собственно, и возникают такие произведения, как «Дуэль». – Прервём сейчас на полминуты, и будет вопрос Алексею Зимину, который здесь уже с микрофоном сражается, чувствуется, что есть что сказать, через полминуты поговорим. В театре «Наспаска» и 21 сентября стартует новый сезон. Стартует он спектаклем «Человечный человек». Я смотрю на Алексея Зимина. – Режиссёра постановки. – Да, и это современная пьеса, да? Это современная как раз пьеса. Это мы так вот переходим к этой истории. Премьера была 31 мая, мы были на этой, я была там на этой премьере, говорила, что очень много было людей, кстати, обсуждали очень активно спектакль, безусловно. Очень интересен был ещё и подход к тому, как вы промоутировали этот спектакль, вот эта интересная акция. – Пойдём вместе. – Пойдём вместе. Она сейчас продолжается, насколько я знаю. – Безусловно, да, мы продолжаем эту акцию. – Я просто хочу обязательно про это сказать, там такая идея, подробно не будем говорить, там такая идея классная, что можно подарить билет человеку… – Про конверты, конечно. – Да, 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 подарить человеку билет человеку, с которым ты давно, например, душевно не беседовал, не встречался, знаешь или познакомился, и тебе хочется, чтобы он сходил там в театр с тобой или с кем-нибудь. – Света, она ещё сейчас приобретает, извини, немножко другие формы, то есть, например, эту идею подхватили по-своему, например, оформили одно из предприятий нашего города в прошлом году, когда одна из школ районов Кировской области не могла выехать, и вот в рамках этой акции они предоставили транспорт, привезли детей и туда и обратно. А вот в этом году к нам присоединились на шествии, которым мы пытались, да, в общем-то, наверное, благополучно открыли сезон, да, шествия, которые мы проводили на улицах города, к нам присоединились зрители, они, в общем-то, их никто не принуждал, они пришли сами, и это, наверное, тоже продолжение этой акции. – Да, они соблазнились на астронную компанию с воздушными шариками, начали задавать вопросы, и так постепенно-постепенно к нам какие-то люди присоединились, и мы по дороге шли, разговаривали, там, обсуждали, что это, чего это, зачем, и так далее. – Ну, давайте к человечному человеку всё-таки вернёмся, к тому спектаклю, с которого будет открываться театральный сезон. Алексей, четыре месяца прошло с момента, да, первого показа? – Ну, чуть меньше. – Ну, чуть меньше, да, четыре. Возможно, уже есть какие-то изменения, всё-таки четыре месяца большой срок, что-то там возникло. – Нет, нет, ну, это та же самая будет постановка, та же самая. – Нет, ну, вдруг какие-то… – Я очень на это надеюсь, да. – Нет, я понимаю, что та же самая постановка, но вдруг какие-то подходы, какой-то угол зрения уже немножко другой, нет. – После спектакля, после 31-го числа, наверное, Володя это имеет в виду, что-то ведь дорабатывается же всегда после премьеры, да? – Ну, вы знаете, да, театр, точнее, спектакль, ведь он только начинает… Премьера – это начало вообще спектакля, то есть его жизнь, его существование в пространстве, его существование после взаимодействия со зрителем, да, то есть он начинает развиваться. Поэтому изначально, о чём мы говорили, что было у него заложено какие-то главные и важные темы, они останутся прежними, в этом смысле он не поменяется, он будет меняться в зависимости от уже вот этого сотворчества зритель-артист. Мне бы хотелось так, то есть каких-то кардинальных там вмешательств с моей стороны. – Давайте напомним, это современная пьеса, речь идёт о человеке, о человеке вот этого самого предпенсионного возраста, который теряет работу, собственно говоря… – Александр Королевский. – Играет его, персонажа по-другому зовут. – Карри Куки. – Да-да-да, финская история, да? Это Финляндия? – Это Финляндия, но история-то не финская совсем. – Да-да, я имею в виду, что это Финляндия, но абсолютно, да, это общечеловеческая история. Просто я к тому, что Королевский, это, конечно, на финну очень похож, что в этот спектакль он такой абсолютно типичный финн получился. – Королевский те. – Да-да-да, он совершенно великолепно играет, конечно, не можешь оторваться просто от него. Мне на самом деле понравилось, очень понравилось, как декорации были сделаны, да, вот эти вот окна, как они меняются, как они моделируют пространство великолепно. В общем, человек предпенсионного возраста теряет работу, он находится в разводе с женой, которая всё равно любимая, но он вообще всех любит, вот такой вот, да. И как он вот проходит через людей, через судьбы. Очень быстро, кстати, пролетает спектакль. Очень быстро, вот тут когда Инуша это рассказывала, Юля, здесь мне казалось, что такая длинная история, как там, сколько много персонажей, и с каждым какая-то история связана, это же, наверное… Нет, это так вот как-то всё быстро-быстро проходит, и потом такой выходишь, и сначала ощущение горечи такое. Я, ну, боже мой, как всё вот это вот грустно. Я сейчас только не рассказываю всё. Где же вот этот обещанный Инуша, это, значит, свет, вот это вот всё, значит… У меня, у меня было такое ощущение, я делилась, я, ну, боже мой, как вот… А потом ещё эта пенсионная реформа, когда летом ударила, я как раз вспомнила про человечного человека. Ну, свет-то вас догнал в итоге. Боже, да, да, вот как интересно. Нет, я про то, что обсуждали, и вот мы обсуждали, вот мы тоже выходили, говорили, ну, что же так вот… А потом начали созваниваться, и спустя вот какое-то время вспоминали, меняется ощущение, ты вот перерабатываешь это, это своё ощущение, оно меняется. Вот я не знаю, как бы, вы ведь обсуждали же тоже, да, реакцию же было после этого, после премьеры, обсуждения, что люди говорили? Вы имеете в виду, обсуждали ли мы с артистами… Произошедший отзыв… Не знаю, с артистами, может быть, вы обсуждали это со зрителями. Вы знаете, я вот обсуждал с самим собой. Так. Да, всю эту историю. Я, конечно, читал отзывы, которые были после спектакля. Я смотрел… Вообще, я подглядываю, да, я обычно перед спектаклем захожу вот в фойе, мне очень интересно смотреть на этих людей, которые пришли. И мне интересно по возможности смотреть на этих людей после… после того, как они выходят из зрительного зала, что с ними происходит и меняются ли их глаза. Вот. И было… было, ну, не знаю, приятно увидеть вот это вот состояние некого какой-то лёгкой беззащитности, что ли. Ну, я имею в виду, когда зрители выходят… зрители, ну, вот, со своих мест встаёт и выходит в фойе. Какой-то вот… он же и назван тогда, опыт сопереживания. И в глазах это сопереживание и сочувствие. Человек, мне кажется, в этом состоянии становится беззащитным немножко. Ну, открытым, я имею в виду. Ну, это ещё можно назвать, там, вывести человека из зоны комфорта, так скажем. Это можно, да, по-разному назвать. Вызвать там чувства и так далее. И это было самое главное. Это было самое главное. Чтобы вот в эти, там, два, сколько там, с каким-то небольшим часа он превратился просто в живого такого ощущающего человека, сопереживающего. Всё это, ну, все эти истории, там, изменить мир и изменить человека, в принципе, потом, это, конечно, глупости, мне кажется. Но, ну, 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 вот видите… Да, да, вот вы рассказали, это очень приятно о том, что вот какие-то созвоны были потом, да, и вот это ощущение света, которым я лично, и мы разговаривали об этом с артистами, мне лично очень важно было оставить свет этот, ну, чтобы вот хотя бы после какого-то определенного промежутка времени он пришёл и он догнал. И видите, это волшебно, это произошло. Сейчас слеза пойдёт. Нет, ну, на самом деле, это очень важная тема, я не смотря тут, у нас же такое радио. А что за публика, кстати, собиралась тогда, Света? Ой, абсолютно разные. Абсолютно разные были люди. 16 плюс, напоминаем, да, для учения. Да, абсолютно разные люди. Я лично пригласила свою сестру родную, мы вот с ней пошли на человечного человека, очень важен опыт сопереживаний между родственниками, я считаю, тоже. И молодёжи было очень много, заинтересованной молодёжи. Ну, этот спектакль, я считаю, собственно говоря, на разные поколения. И мы бы хотели, что на этот спектакль приходили людей с семьями. Ну, понятно, там есть маленькие дети, там им делать нечего, но вот, потому знаете, есть у подростков там определённый возраст переходный, когда возникают серьёзные проблемы во взаимоотношениях с родителями. Отрицание, да? Ну да, да. То есть мы все проходили, у кого дети уже там подросли более-менее, да, уже все мы это плавали, всё это наблюдали. Очень у многих подростковый период в этом смысле затягивается. Ну, как говорил один психолог там объяснял, что нынешние поколения у нас раньше считалось там молодёжь до одного возраста, а сейчас считается далеко за 30 всё ещё молодёжь. По оценкам Всемирной организации, по-моему, до 45 сейчас. Нет, я к тому, что конфликты в семье между родителями и детьми подростковым возрастом не заканчиваются никогда. Да, поэтому там вот и, собственно, спектакль рассчитан, да, действительно на разные поколения, потому что есть главный герой, есть там он в одного возраста, у неё есть супруга, у них есть дети, у них есть там работодатели, которые там берут на работу, не берут его на работу, как бы расстаются, ну и так далее. Есть там сосед, и там совершенно разные поколения, и там очень чёткий, конкретный, реальный такой срез сегодняшней жизни. И когда пьеса была предложена на театру, я её прочитал, я просто пришёл в полный восторг и понял, что и это надо брать срочно, это нужно ставить именно сейчас. И видите, как мы ещё и угадали с нашим всей этой историей. Да, это надо, я считаю, что надо показать всем везде, буквально в каждом. Да, с теми нашими проблемами, она чувствовалась, это проблема, мы все это ощущаем, да, вокруг себя. Перед правительством надо показать. Очень хочется, правда же, да. Ну, главное, что правительство, правительство, оно же не увольняется с работы в предпенсионном возрасте, увольняется с работы, работодатель ищет способы, как это сделать, и людей, им очень многих не интересует, как это сегодня. А я даже знаю... Человек себя чувствует там, да, в 50-х, 50-х лет и так далее. Я даже знаю, Владимир Иванович, что правительство скажет, оно уже про пенсионные сказало, что ни в одной стране мира нет идеальной пенсионной реформы. Вот видите, в Финляндии тоже, скажут они. Ну, это, грубо говоря, там, дело десятое. Мы, конечно, обращаемся не к правительствам, а к конкретным людям, к их судьбам, к их жизни, к их представлениям о жизни. История с внучкой тоже такая просто проникновенная, великолепная совершенно история. С исполнителем главной роли Алексея вы беседовали, тет-а-тет, с Александром Королевским. Как ему в этом амплуа, в этой роли? Ой, сколько же мы беседовали с этим поводом. Насколько было, не знаю, тяжело или легко работать как раз над главной ролей? Да нет, было тяжело. Тяжело. И это очень важно, что было тяжело. Лично для меня, вот, не знаю, когда есть вот этот момент, какого... Сейчас слово подобрать такое правильно. Это, конечно, не страдание. Это... Ну, во-первых, внутренняя какая-то твоя... Продолжается внутренний твой конфликт, который связан с этим материалом. Для меня это было очень личное. Ну, а по-другому бы я, наверное, и не стал, не стал бы работать. Не взялись бы за это работать, да, вообще. Да, да, да. Потому что это такая звенящая история, что называется. Ну, к этому хочу добавить только еще то, что, ну, все знают Александра Королевского по многим ролям. И в разном возрасте его видели. Но сейчас у Саши настал такой период, когда вот он дожил до жизни такой... До короля Лира он дожил. Ну, когда вот, как сказать, его репертуар, его актерский багаж, он как бы, ну, должен обновляться. То есть он должен переходить в некую иную возрастную категорию. Это другой жизненный опыт, получается. Ну, у героев, которых он должен играть. Другой жизненный опыт, другие какие-то взгляды. Ну, и так далее, и так далее. То есть это было, с одной стороны, ну, для режиссера определенной сложности с этим материалом, встречи и так далее. То есть, да, ну вот, а с другой стороны, и для исполнителя, и для актера это была крайне сложная работа, потому что такого королевского в таком качестве город еще не видел. Поэтому здесь вот наложилось одно, второе, и так далее. Но это прекрасно наблюдать. Это магия, мне кажется, какая-то. Это волшебство, когда вдруг ты сидишь, ты смотришь, и понимаешь из репетиции, где карри, где карри, где карри, нет карри, нет карри. И вдруг раз, я не знаю, в связи с чем это происходит, но правда. И вдруг раз, и ты видишь, а вот он, карри. Ну, это был такой процесс для нас безумный, интересный, ну, и тяжелый, да. И вот беседы, разговоры, взгляды, конечно же, какие-то нервы, и все. Но это совместно у нас происходило, даже когда мы не говорили. Вот я, кстати, я не поняла совершенно историю с дамой вот этой, которая жила в своей квартире. И в смысле, вот когда мне ее рассказывали в студии, в преддверии спектакля, я очень этой историей была заражена. И на спектакле, надо же и покритиковать немножко. Да, давайте, конечно. Значит, а на спектакле я, Анне вообще, ну, она для меня пролетела, как мне показалась нераскрытой вот эта история в этот короткий период времени. Я просто к тому, что там действительно все сложные, эти вот истории, и очень нужно было, вот, как вы говорите, чтобы она появилась тоже, это Анне. Она у меня не появилась, я не знаю. Может быть, сейчас надо сходить посмотреть, чтобы появилась. И для меня как-то вот эта история очень быстро пролетела. А история с женой, например, сразу, вот только они вдвоем появились, вот я сразу поняла, что у них там, значит, происходит, происходило. И через весь спектакль я думаю, сейчас вот у них вот, и точно, и очень ярко просто получился этот дуэт. Так, мне сейчас нужно... Кто прокомментирует? На критику мою ответить. А, на критику по поводу истории Анни и Карри. Там была эта женщина, надо просто сказать, кто это, да? Там была эта женщина, да. Которая живет в своей квартире, за которую она не платит. Она вся обложена вот этими какими-то лоскутами, шмотками, старыми вещами и прочего. И наш главный герой, который сам, в общем, достаточно нуждается, он ей помогает, он ей отдает вот эти вот свои деньги. Но я это бы не поняла из спектакля, если бы мне заранее Януша это про это не рассказала. Что скажете после поороткового перерыва мне ответить? Давайте рекламу. Минуту, да, скоро вернемся. Продолжаем нашу беседу. Да, Владимир Грибанов, директор театра «Наспаска», Алексей Зимин, режиссер спектакля «Человечный человек», Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью театра, которого мы пригласили сегодня в гости. Мы обсуждаем старт нового сезона в театре «Наспаска» и стартует он, еще раз напоминаем, 21 сентября со спектакля «Человечный человек». Я до эфира покритиковала... До рекламы? До рекламы покритиковала один сюжет. Просто рассказала, что мне не хватило раскрытия сюжета с вот этой женщиной Анни, и что сделала главный герой. И попросила Алексея прокомментировать это, потому что мне спектакль, я уже сказала, это очень понравилось. Я его ждала. И как любая история, которая тебе нравится, ты хочешь, чтобы она была идеальной. Да тут еще я пользуюсь сложным положением. Ну и что с Анней у нас? Вообще, когда я только прочел пьесу и пытался написать имя действующего лица и дать какую-то очень четкую, емкую характеристику. Ну, даже на уровне ощущения и эмоций, да, без всякой конкретики. Это не о возрасте, да, идет речь и о поле. То есть я там... Вот для меня Анни, когда я написал ее и прочел, уже, наверное, не первый раз, я написал «Атмосфера». Потому что, понимаете, это ведь... Сейчас вы рассказываете на сюжете или как? Для меня Анни... Рассказывайте. Для меня Анни это в чистом виде испытание для кария. Вот в чистом виде. Это то, что единственный, наверное, момент во всем этом пути из точки А в точку Б, да, вот от начала спектакля до конца, до условной смерти этого персонажа, это единственный раз, когда он начал сомневаться в себе, в своем пути, в своем выборе, в своей какой-то вот этой миссии. И вот об этом эта история. Не об Анни и о карии. Вот как о персонале. Вы удовлетворены тем, как это было реализовано в итоге на сцене, да? Да. А бывает вообще такое, что режиссер в итоге не удовлетворен? Конечно, да, господи, сплошь и рядом. Это я сейчас говорю, наверное, немножко лукаве. Всегда, всегда после того, как ты смотришь, или, ну вот, от того пути, как ты все задумал, ты же все себе представил, учитывая, что у меня актерское образование первое, да, я еще и все сыграл, и сыграл гениально, да? Ну, конечно, да. И там уже получил овации и премии. А когда это все визуализируется, да, и появляются живые люди, да, артисты, и они сталкиваются с этими своими персонажами, то получается совершенно другое. Может быть, даже диаметрально противоположное. А когда мучения заканчиваются? Никогда. Никогда не заканчиваются. В этом смысл. А слушайте, вы сейчас сказали про премии и овации и так далее. Есть планы у театра в этом году на фестивальную деятельность, как раз на премии и овации? Владимир Иванович, я не специально. Да. Ну, эта история такая, ну, не специальная. Ну, можно, конечно, там соваться куда-нибудь, там, да, по каким-нибудь фестивалям, там, лишь бы поехать. Но те, кто следит за жизнью нашего театра, уже знают, что мы предпочитаем собирать сливки, ездить либо на фестиваль в Санкт-Петербург, Екатеринбург. Там есть в Самаре замечательный, прекрасный фестиваль. Ну, это и фестиваль, и театр для детей. Вот. Ну, и если уж там попадем на... Станем номинантами в золотой маске, ну, это вообще уже как бы замечательно, да. Ну, вот, к сожалению, у нас там была такая история очень сложная с спектаклем «Каренин», и когда приезжала комиссия в своё время, там же комиссия отсматривает, ездит, смотрит спектакль, смотрела комиссия, приезжали специальные люди сюда, и всё было хорошо, всё было замечательно, но когда произошли разного рода трагические события, и изменился состав некоторым образом исполнителей, ну, вот тут уже спектакль, конечно, в некоторой степени потерял, и мы потеряли шансы стать номинантами на золотую маску, и так далее. Вот. Ну, сами же понимаете, это же не самоцель, по большому счёту. По большому счёту, конечно, можно поехать, можно показать, можно послушать про себя, посмотреть на других, поверить, что называется, поверить в смысле проверить, да, где мы находимся вообще вот в каком-то театральном процессе нашего Отечества. Когда они начинают вот это вот отсматривать спектакль? Ну, как правило, это заявки на разного рода фестивали, ну, начиная там с... мая месяца и так далее, там вплоть до ноября-декабря принимаются. Мы регулярно что-то отправляем. Так, отправили? Да, конечно, отправляли. Нет, вот сейчас. Нет, сейчас пока нет. Нет, пока. Потому что спектакли вот этого сезона, они, ну, вот этого года, там же не по сезонам, там по годам всё идёт. Вот, они как бы немножечко попозже, там, что называется, будут направляться. Ну, планы есть. Да, конечно. Мы надеемся. Так, 4 минуты у нас ещё есть, мне хочется ещё какие-то вопросы прояснить. Есть ли новые люди в театре в новом сезоне? Возможно, в трупе новые актёры? Как работа со зрителями будет выстраиваться? Юля, я вспоминаю проект «Сказки для Мартина» в том числе. Они начались. Вот, давайте, давайте вот об этом ещё поговорим. Да, у нас возобновилась работа как раз-таки со сказками для Мартина сейчас, кстати. Да, уже прошло, уже был аншлаг. Да, был аншлаг, и сейчас для зрителей мы ещё ввели абонемент. Сейчас можно приобрести абонемент на эти сказки. Я думаю, что... Кстати, этот цвет, отчасти вам ответ по поводу современной литературы и детей. А вот как раз-таки современную литературу детскую там читают. И мне кажется, это хороший такой урок для родителей, который сподвигает их на чтение своим детям. Может быть, как продолжение этих книг, так и каких-то других. Кроме этого, у нас сейчас возобновляется проект «Лекции на лестнице». И у нас тоже был, по-моему, даже не аншлаг, а переаншлаг, когда тут сделали. То есть там в настоящее время это как раз-таки проходила лекция по поводу Евгения Шварца, его деятельности на Вятке и его семейной какой-то вот такой вот истории. Ну и я думаю, что в дальнейшем будут ещё какие-то проекты, которые я сейчас просто не буду освещать. Думаю, сейчас... Драмлаборатория у нас проходит. Да, да, опять набор у нас идёт на второй год, скажем, занятия. Наталья Красильникова ведёт эту направлению. Да, Наталья ведёт в лабораторию. Да, да, да. Ну и разного рода там, ну такие разно... единовременные акции будут проходить. А новые люди? Значит, никого в этом году мы в труппу театра не принимали. Тот же состав у нас остался, что и в прошлом году. Ну, причины как бы всем очевидны здесь, чисто экономические. Вы все понимаете, что актёры люди иногородние, все приезжают сюда, их нужно где-то устраивать жить. Вот, ну, к сожалению, возможностей на сегодняшний день таких у театра нет. Вот, поскольку время заканчивается, и, может быть, уже вопросов ко мне, по крайней мере, уже никаких не будет, я хочу просто сказать. Уважаемые, любимые нами горячо зрители, не обращайте внимания, пожалуйста, на те строительные конструкции, которые опутали частично и наш театр. На самом деле театр не закрыт, театр не находится на реконструкции, театр не находится на капитальном ремонте. Это соседнее, ну, как бы примыкающее, как бы, скажем, да, к нам здание бывшего краеведческого музея. Вот оно находится на реконструкции, оно полностью переделывается и так далее. А для вас наши двери открыты по-прежнему, и мы ждём вас с нетерпением. А можно с ними что-то сделать, с этими соседями прекрасными? Почему они не оформят свою стройку так, чтобы не страдал театр и этот несчастный наш аппендикс пешеходный, единственный в городе? Ну, к сожалению, там ничего поделать нельзя. Ну, пусть они сделают этот вот баннер красивый, не рисуют. В конце концов, Наталью Гончарову, не знаю, на нём. Надо поговорить, кстати. Завтра к нам придут... Наталья Гончарова. Я сразу скажу, да, я сразу скажу, что завтра к нам придут в программу «Урбан» губернатор Кировской области Игорь Васильев и сити-менеджер города Кирова Илья Шульгин. И мы можем, кстати, задать в том числе и этот вопрос. Потому что в этом году, на мой взгляд, пешеходная улица Спаска очень плохо содержалась. И в том числе благодаря стройке очень много было вот такого нехорошего там вокруг. А ещё у нас будет следующий вопрос. Как-то я специально открыла новость на нашем сайте, которая была приурочена к приезду Мединского, я успею сказать, где говорили, спрашивали про деньги на театры, в том числе на ремонт театров. И он сказал, нет, мы на театры не даём, вот на кинотеатры. Значит, он сказал, тогда даём. Но Игорь Васильев как раз говорил, что, возможно, они будут работать над тем, чтобы к 650-летию Кирова попытаться получить деньги, в том числе и на театры, и на здания, и прочее. Мы завтра как раз про 650 лет и будем говорить. Посмотрим, что в проекты заложено у городов, прежде всего. Ещё деньги не получены, нужно будет защищать эти проекты. Но вот про театры можно спросить, Володя. Ну, пожалуйста, поговорите, будем очень рады, если вы задаете вопрос, они найдут, что сказать по этому поводу. Но для справедливости хочу добавить, что с 2019 года начинается ещё одна федеральная программа под названием «Культура», в которой предусмотрено в том числе финансирование театров для детей на проведение капитальных ремонтов, средства могут выделяться. Вы будете участвовать? — И так далее. — Там единственное, что в 2019 год планируется, что должны местные органы власти выделить деньги и должны быть созданы на средства областного бюджета, в данном случае, проектно-смертная документация. — И только тогда, да? — И после этого, начиная уже с 2020, федералы уже начнут финансировать программы. И там, условно говоря, там огромный перечень театров, которые могут принимать в этом участие. Понятно, что не всех там примут с распростёртыми руками, всех невозможно, но там очень большие деньги, очень серьёзные деньги, ну, как бы в общей массе. — То есть наша задача — подготовить документацию. — Да, а это тоже недёшево. Если найдутся средства в областном бюджете, то мы сможем и отреставрировать и фасад, и сможем модернизировать сценическую площадку, оборудование. — Да, но все федеральные программы именно так и работают. — Да-да-да-да. — С нас документация и защита, а с них нет. — И зрительный зал, то есть, ну, то есть там очень серьёзно можно будет поработать. — Завершаем на этом наш разговор. Времени совершенно нет, впереди новости, тематические программы. Спасибо нашим гостям, Владимир Грибанов, Алексей Зимин, Юлия Беляк. Я не прощаюсь, до встречи в особом мнении через 20 минут. Спасибо. — Да, всего доброго. — Спасибо. — До свидания. — Спасибо.